Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Честно говоря, не очень хорошо себя чувствовала несколько дней подряд, поэтому опять ничего не снимала. Вот так вот. Очень жаль, конечно, что я была в таком нерабочем состоянии. Кстати, рум-тур вот этой комнатки сделаю, надеюсь. Надеюсь, мне снова не захужеет, и я сделаю. Итак, ну начнём, наверное, с новостей, хотя видео, конечно, не про новости. Сегодня видео очень серьёзное, очень интересное. Буду делиться своими мыслями, такими, о которых, возможно, не принято говорить, не принято в этом признаваться. Ну, я тётя честная, поэтому тётя все честно расскажет. Итак, коротко о тех, кто спрашивал, какие новости и новостей никаких. Как я и говорила в прошлом видео, ближайшее посещение клиники у нас назначено на 30 августа. И тогда уже, ну, какие-то более-менее определённые новости появятся, потому что обещали, что, ну, вот уже можно как бы будет определить сердцебиение. И какая-то конкретика появится в плане моего положения. Потому что, ну, несмотря на то, что мы не очень-то рано пошли на УЗИ, всё равно оно малоинформативно. Оно только показывает факт того, что, да, есть беременность, и что она закрепилась, нужно внести всё. Больше по ребёнку никакой информации. Поэтому такая первая более-менее интересная стоящая информация по ребёнку появится 30 августа. Я надеюсь. Хотя он, мне кажется, немножечко налажался сроками, поэтому может и не появится информация, он может ничего не услышать. Но это чисто моя такая теория. Будет у меня лишний, знаете, повод для беспокойств. Ну ладно, наплевать, я не об этом. Да, и так, рассказываю. Кстати, по поводу моего самочувствия. Всё было нормально, и вот сейчас два дня уже нормально. Я два дня восстанавливалась, отъедалась, потому что у меня несколько дней подряд было плохое самочувствие. И я просто отощала, просто, знаете, превратилась в скелет какой-то. Что было со мной? Нет, токсикоз так и не появился. Нигде ничего у меня не заболело, не защемило. У меня, значит, какие-то жёсткие побочки были несколько дней со стороны обоняния. То есть у меня жутко раздражали все запахи. Мне казалось, что еда омерзительно пахнет, её невозможно есть. Воздух омерзительно пахнет, им невозможно дышать. Естественно, за вот те несколько дней, когда меня преследовало это состояние, оно меня жутко истощило. Да, вот постельное бельё только что выстиранное, отвратительно пахнет, невозможно на нём спать и так далее. Что сопровождалось, естественно, бессонницей. Если тебе воняет, ты не можешь спать, у тебя бессонница. Да, все какие-то рельно-мыльные гигиенические принадлежности. Мыло мерзко пахнет, средства для мытья кошачьих лотков мерзко пахнет, гель для душа, шампунь, всё, ну всё, ну просто, ну не знаешь, куда деваться. И даже вода, что самое интересное, даже посуду нормальная не могла мыть. Вода просто, вот как будто бы воняет вода. Конечно, выручала то, что есть сегодня у каждого человека во всём мире дома. Это маска, да, маска вот выручала. Спасибо тебе, значит, вирус. Хоть какой-то, значит, я плюс этого поимела. Итак, сегодня супер такое откровенное видео, буду делиться своими первыми внутренними переживаниями, связанными с состоянием беременности, какие мысли. Надеюсь, не слишком откровенно, ну ладно, будьте обсирать, мне не привыкать. Спасибо всем за поддержку и за поздравления, надеюсь, что всё получится, всё будет хорошо. Вот, возможно, это видео также будет любопытно послушать тем девушкам, которые только, может, мечтают о том, чтобы стать матерью, или просто колеблются и не знают, нужно ли им это вообще в жизни. Итак, расскажу, что же меняется. Очень интересная в голове появляется солянка из разных мыслей. Ты анализируешь ощущения, анализируешь вот уже какие-то изменения, которые, ну, можно сказать, буквально сразу приходят в твою жизнь. Казалось бы, ну, какие изменения? Ну, вот родишь через 9 месяцев, вот тебе будут изменения. Нет, сразу ощущаешь, что да, всё меняется, и, как бы странно это ни звучало, ты не хочешь этого допустить. У меня, наверное, очень развито вот это вот чувство самости от слова сам, да? То есть мне в любой жизненной ситуации самым ценным для меня было сохранить... Ой, может, мошка какая-то расплодила опять, я на бананах мошек. Самым ценным вот этим вот моментом жизни для меня было сохранить себя. Не важно, что происходит с тобой, где бы ты ни работала, да, там, не знаю, при какой-то хорошей организации или торговала на рынке, что же было в моей жизни, где бы ты ни жила, что бы ты ни делала, какие бы ситуации ни выпадали тебе в жизни, как испытания, главное не потерять себя, а главное вот нести себя через жизнь ту, которой ты когда-то вот в этот мир пришла, когда его осознала, да? Когда осознала впервые кто ты, что тебе нравится, что тебе не нравится, кот ломится в дверь. Вот она, вот она наша гиточка. иди на окошко посиди то есть короче ближе к тем пока нянчила кота решила сократить свою речь для меня показалось очень важным не быть какой-то там типа героиня ради ребенка сейчас я все там свою жизнь готовы изменить нет наоборот моем понимании героизм это как раз таки не потерять себе потерять себя потому что все на тебе держится знаете есть такое интересное правило которое знает каждый кто летал на самолете что например если ты летишь там с ребенком там больным болеющим тяжело болеющим пожилым человеком когда происходит какая-то внешнатная ситуация на борту и выбрасываются кислородные маски в первую очередь ты надеваешь маску на себя а потом на ребенка есть вот такое правило она многим людям непонятно с морально-этической точки зрения в смысле в смысле сначала надо ребенка спасать сначала на ребенка надо маску нет фишка этого правила заключается в том что если ты потратишь вот это время на надевание маски на ребенка ты может даже не успеть и потеряешь сознание от недостатка кислорода поэтому ты должен сначала спасти себя и потом когда ты будешь в безопасности ты спасешь всех остальных да потому что ты наденешь на ребенка маску но ребенок не сможет надеть маску на тебя да и соответственно перспективе ребенок останется без тебя поэтому сначала спасаешь себя потом спасаешь всех вокруг только в таком случае ты полезен когда ты извините за выражение ну жив как бы не сдох да вот это такое интересное правило которое как мне кажется в жизни тоже работает во многих сферах то есть сначала ты спаси себя сделай себе благосостояние сделать себе карьеру или там будь будь здоровым позаботиться о себе и только когда ты здоров там успешен благополучен ты можешь быть полезен своим близким не какой-то больной неблагополучный не успешный человек он не может помочь своим близким да и но нас учили наоборот а нас учили потому что вот жертвенности в первую очередь жертв а чем ты жертвуешь если ты мне знаю например чем ты можешь пожертвовать например если ты с голым задом по жизни чем ты можешь пожертвовать вот это нам никогда никогда не объясняли ты сам сначала будь ресурсом и так в таком случае ты поможешь всем своим близким если ты себя там потеряешь во время беременности если у тебя начнутся какие-то психологические проблемы у тебя начнутся проблемы с мужем до проблемы с каким в отношении самой собой да то есть женщина же бывает ну как уже мы не просто какие-то инкубаторы там матка просто на матка на ножках которая вынашивает ребенка выполняя важную миссию ты по-прежнему остаешься женщиной со своими желаниями со своими мечтами со своими фантазиями своим видением себя какая ты да и многим трудно принять если они пройдя вот этот путь видят не то что хотят видеть видят себя какую-то постаревшую на несколько лет вставшую разбитую потерявшую может быть какую-то связь какой-то контакт в отношениях с мужем какую-то теплоту в отношениях либо же ваши отношения вы например выходят на какой-то другой мамско-папский уровень да мне несмотря на то что 32 года я не готова еще выходить просто на мамско-папский уровень как бы странно это не звучало я просто не я не готова быть просто мамашкой мамашкой я быть не хочу извините я хочу быть женщиной по-прежнему даже не женщиной просто личностью да у которой есть там потребность в любви и романтики каких-то историях приключениях и ребенок не должен становиться для этого препятствием потому что если он становится для этого препятствия он как будто бы что-то у тебя отнимает и ты будешь его как будто бы потом неосознанно в этом видите что он тебя чего-то лишил хотя может быть это не очень-то его и вина а вина ошибки твои вина твоя да ошибка твоей стратегии как ты выстроила вот эти взаимоотношения с миром когда поняла что ты находишься в положении что еще поняла очень какое-то знаете такое сразу чувствуешь такую легкую униженность вроде ничего не случилось тебе говорят все прекрасно мы тебя поздравляю наслаждайся жизни сейчас самое прекрасное время в твоей жизни а женщина такая знаете лежит там блюет такая есть что хочешь гуляй наслаждайся она лежит блюет и думает черт возьми я хочу есть что хочу я хочу гулять я хочу наслаждаться и я лежу тут блюю что со мной не так я еще не родила но я уже плохая мать что со мной происходит что со мной не так все люди как люди а я не такая да и возможно вот эти вот наставления советы со стороны других женщин заставляют женщину комплексовать и переживать по поводу своего состояния как же так может быть у других по-другому поэтому они так об этом говорят в приподнятом настроении а у меня вот так и что же да я потеряла в качестве жизни это я говорю не про себя да у меня слава богу этой балевантины нет но сам факт да как будто бы получается у тебя какой-то комплекс комплекс какой-то неполноценности как же там действительно ты должна козочкой скакать радоваться ждать чудо а ты вот такая вот как разбитая телега я практически по вашему совету ну по вашему совету практически перестала смотреть эти видео единственное что я смотрю там видео по неделю типа шесть недель семь недель очень семь недель самое интересное эти видео а то что под ними комментарии девушки которые сейчас находятся на таком же сроке как ты и они описывают свои состояния свое состояние свои ощущения когда ты точно читаешь действительно очень тяжело когда ты понимаешь что это реальный человек это не какой-то бот он реально существует и где-то вот сейчас этой женщине и плохо и ее тошнит не болит боли болит голова она у неё нет энергии у него фабрик сил нормально не ест не питается не гуляет ничего и а ей говорят сейчас самый лучший период в твоей жизни да к чему это я это я к тому что ни в коем случае не стесняйтесь своих эмоций не пытайтесь оправдать чужих надежд вы должны быть внимательны к своим эмоциям вы должны быть лояльны к себе к своим ощущениям себя поддерживать ни в коем случае себя ни с кем не сравнивать находясь в положении нельзя нельзя не то чтобы прям все женщины врут они такие вружки это действительно так там у них все было ужасно они говорят что это прекрасно хорохорится нет самые разные бывают истории бывает что это просто свойство психики такое забывать какие-то негативные моменты особенно когда конечный результат тебя очень порадовал да там женщина переживает иногда такие тяжелые моменты беременности потом рожает не эйфория она счастлива освободилось ее тело она дождалась его ребенка и все плохое забывается вот же такие истории у всех на слуху да когда женщина там чуть ли не угрожает рожая момент родов угрожает мужа отрезать член и говорит что больше никогда это наш первый и последний ребенок а потом проходит время на быть милый пойдем за вторым за вторым пальчик не то чтобы я насмехаюсь над этой ситуацией ну это эмоции это мир эмоции это бывает это нормально просто ты не должна становиться из-за этого какой-то закомплексованной тетей из-за того что тебе все вокруг рассказывают что ты ты просто должна отчасти писать писать кипятком а ты вот лежишь в каких-то своих болячек да вот этот период небольшой который я пережила с вот этими побочками со стороны обоняния я практически не могла нормально поесть я прям отощала и это очень тяжело когда ты буквально чувствуешь что твой организм захвачен ты сама себе не хозяйка ты голодная у тебя просто бурлит от голода в животе ты хочешь есть но ты ничего не можешь нормально поесть не был один такой день что я за день съела помидор один большой помидор и горстку орехов это было все я постоянно эти несколько дней когда мне переследовала вот эта побочка я ходила с чувством ужасного голода постоянным подвыванием в кишках дайте пожрать дайте пожрать и при этом я не могла себя накормить по поводу унизительности до следующий этап да то есть выражение причуды беременных это тоже звучит как то если ты не согласна звучит унизительно я не хочу это принимать это не мои причины извините я вчера была нормальной тетей я жрала пельмени мне очень нравилось я любила пиццу обожаю пиццу сейчас я кстати не ем пиццу не ем стол бы никакую то есть у меня прошла вот этого побочка с носом с обонянием но вот такие продукты как пицца как выпечка какая-то вкусной булочки я такого не ем сейчас почему-то организм мой это категорически не хочет употреблять то есть мои любимые вкусняшки не пью кофе даже не выношу его запах вот так да и какая-то причуда я это все люблю я хочу это есть не моя причина не надо у меня меня унижать и говорить мне что это моя причина да и другим женщинам говорить что это их причина я хочу это все это скушать с удовольствием да или если у какие-то женщины чувствуют недомогание головные боли не могут активно время проводить мне слава богу у меня с этим нет никаких проблем то тоже жалко да вот может она там до беременности спортом занималась каждый вечер может быть каталась на велосипеде а сейчас она там пластом лежит и конечно ты чувствуешь себя какой-то больной как будто ты ненужный мир мир тебя отрыгнул и ты вот там вот где-то валяешься тухнешь что тут веселого далее наверное отношения с мужем тоже это очень интересно я не знаю у кого как ситуация развиваются может быть некоторые если мужчина не очень был заинтересован в этом может быть он как-то не понимает положение женщины а может быть вот как мой случай мой муж очень зациклен на этом да он очень хотел ребенка но я кстати мне 32 ему почти 40 почему бы и нет это было наше осознанное решение тоже немножко такой момент очень скользкий который мне приходится выяснять с мужем это то что ну как бы я ничего не изменилось я та самая люба которую ты когда-то встретила полюбил пожалуйста быть добр относиться ко мне именно так как ты относился раньше ко мне не надо разговаривать слишком много с моим животом то есть какой-то момент ты понимаешь что там может быть раньше мужик там держал тебя за сиську а сейчас он держит тебя за живот и ты для него становишься на просто какой-то из на пиздой на ножках которые вынашивает его будущего наследника или наследницу это тоже как бы грубо это не звучало это тоже очень унизительно для женщин я не пострашнела я не подурнела я не постарела я не растолстела со мной ничего не произошло но меня уже как будто бы немножко не воспринимают как женщину и мне потребовалось тоже но определенный разговор чтобы с ним это прояснить и он от слава богу понял и это очень важный кстати психологический момент этого не надо стесняться я вообще считаю что как бы странно это не звучало если вы хотите сохранять нормальную семью отношения мужчины и женщины они в приоритете не надо мешать котлеты мухи ребенок это отдельно и взаимоотношения которые вы будете простраивать со своим ребенком это отдельно а ваши взаимоотношения они остаются вашими взаимоотношениями не должно происходить никаких изменений в худшую сторону есть вы есть ваша любовь есть ваша ваши какие-то традиции совместные есть его романтика есть какая-то ваше время до объединения только вы привыкли проводить его как вы его любите проводить вместе а ребенок это отдельно с ребенком ты будешь выстраивать отдельные взаимоотношения ваш супруг будет отдельно это отдельная песня дарит нельзя как-то как надо избегать вот этого слияния личные личности женщины личности ребенка далее или например вокруг тебя начинает прессать начинают исполнять твои любые капризы с конечность нажмите трубоч buy как хорошо а другая стороны ты думаешь так стоп а сама по себе я разве не заслужило этого то есть только теперь когда у меня ребенка животе эти заслуживала рад чает не заслуживал разве раньше и не заслуживал или как что только вот только потому что у меня ребенок да То есть ты сразу начинаешь обращать внимание на такие моменты, и это не надо стесняться, это надо очень-очень быстро прояснять, даже если трудно. Там не было трудно, потому что, ну, с третьей попытки где-то муж догнал, о чём я говорю, да. Отношения мужчины с женщиной, они приоритетны, потому что на этом строится ваша семья. Не будет ваших отношений, не будет семьи. Ты будешь мать-одиночка, он будет холостяк-разведенец. Всё, не будет ничего, если вы не сможете сохранить вот это вот. Да, ребёнка это ваша общая радость, это будет потом, он придёт в этот мир. Каждый из вас будет выстраивать свою политику взаимоотношений, но ты для мужчины остаёшься тем, кем была, и он для тебя. То есть вы не должны терять вот эту связь вашу, именно мужскую и женскую, да. Вот это вот папско-мамские отношения между мужчиной и женщиной, которые складываются там в период беременности или уже после рождения ребёнка, мне непонятно. Вы не папка и мамка, вы папка и мамка не друг для друга, вы для ребёнка папка и мамка. А вот это папочка-папочка, мамулька, наша мамулька, пиздюлька. Что это в конце концов? Какой ты нахрен мамулька, да, особенно если, ну как вот, да, я, что со мной рожу, что со мной изменится сильно, ничего не изменится. Я буду такая же всё ещё, там, симпатичная молодая женщина. Почему я даже не мамульки стуняю, ведь мамульки? Мамуль, мамуля я для своего ребёнка, но не для мужа, да, потому что вот очень часто бывает в общении между мужчиной и женщиной, как видите, даже не зависит от национальности, получается, что женщина начинает папкой называть папули мужа своего, а он её мамой, мамули, что всё, как бы стирается вот эта муж-жена, любовники, любовь, всё, всё. Как будто, знаете, в вашу жизнь пришёл у ребёнка, у вас произошла атрофия всех остальных ваших функций. Вот такие вот интересные мысли. Не воспринимайте это видео в негативном ключе. Я считаю, что это часть психологической гигиены. Неплохо об этом думать, не стыдно об этом думать, очень важно не стесняться об этом думать, потому что когда ты думаешь об этом, ты можешь себя подготовить к тем или иным ситуациям. Да, вот если бы у меня не возникли такие мысли, у меня бы не возникла мысль выяснять отношения, да. Если бы я не выясняла отношения, я бы сразу потеряла в качестве отношений. А это грустно. А вот я взялась, да, проявила настойчивость, там бы возмущалась, кто бы возмущалась, раз поговорила, два поговорила, выяснила, и я вернула себе своё качество отношений, которое у меня хотели украсть. Я не думаю, что это была какая-то коварная, знаете, задумка обабить меня, обезличить меня как женщину, превратить меня просто в где-то несущую утробу. Нет, это просто тоже по неопытности, по незнанию, да. Ну, мужчина тоже этого не знает ничего. Он тоже для него это впервые, он не знает, как правильно себя повести. Он тоже не осознает последствий негативных, которые могут быть для отношений, если он не сможет правильно выстраивать с тобой сейчас отношения. То есть вот так. Очень много интересных моментов. Это вот видео получилось уже огромное. Это вот только малая часть из того, что я озвучила. Очень много всего интересного происходит внутри. Надеюсь, что реакция на видео будет адекватная. Делитесь своими секретиками, какие у вас мысли в период беременности посещали, возникали ли какие-то проблемы, пытались ли вы их решать, или вы их замалчивали. Какие после этого, ну, если силы есть признаться, какие после этого есть последствия, да. Ну, вот что-то вы не вовремя не проанализировали, и теперь вот есть какие-то негативные последствия в вашей жизни из-за каких-то неверных ваших решений. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, поддержите это видео. Всех люблю, целую, и пока-пока!